Очередной скандал с заграничными турпутевками разгорелся в Хабаровске. На этот раз без отдыха остались клиенты компании «Студия туризма». Они написали коллективную жалобу в нашу редакцию. Хабаровчане купили путевки, но позже им сообщили, что отдых не состоится. При этом заплаченных денег людям не вернули. От действий компании пострадали как минимум 14 семей. Офис турфирмы закрыт, телефоны не отвечают. Пять клиентов уже обратились с заявлением в полицию. Свой ущерб они оценили в 800 тысяч рублей. Призывают откликнуться от других пострадавших. Это не первый скандал с обманом клиентов турфирм в нашем регионе. В прошлом году в Хабаровске несколько десятков клиентов туркомпаний вместо пляжей и осмотра достопримечательностей за собственные же деньги вынуждены были проводить время в залах суда. Истории, когда туристы покупают путевки, но в итоге остаются дома, с каждым годом становится все больше. В этом году только в дальневосточное отделение Российского союза туриндустрии обратились как минимум 50 пострадавших клиентов. Эксперты говорят, что это связано с тем, что в туристической отрасли появилось много проходимцев. Открыть агентство по продаже туров может практически любой. Ситуацию мы обсудим с Ириной Кушнаревой, президентом Дальневосточной региональной ассоциации туризма. Доброе утро. Ирина Викторовна, доброе утро. А вот в чем проблема? Как, что, неужели настолько просто, настолько легко сегодня открыть туркомпанию и никаких требований к ним предъявляется? Как любую компанию в любом бизнесе. Идешь, регистрируешь фирму, выполняешь все юридические формальности и, пожалуйста. Если ты агент, если ты туроператор по выездному туризму, есть определенные требования. Это вступление в ассоциацию турпомощь, оплата финансовой гарантии. Ну, в общем-то и все. Но у нас в основном агенты, а не туроператоры, насколько я понимаю, в Хабаровске. У нас есть туроператоры, их достаточно много, но и большое количество, конечно, агентов. А туроператоры именно выездного туризма? Выездного, да. И выездного. Есть несколько категорий туроператоров. Есть категории туроператоров по выездному туризму, есть туроператоры по выездному, въездному туризму и внутреннему туризму. Есть отдельно туроператоры по внутреннему туризму и есть туроператоры по внутреннему и въездному туризму. Ну вот несколько лет назад обсуждалась такая инициатива, чтобы ужесточить требования для работы туркомпании, чтобы, допустим, они делали какие-то отчисления, чтобы потом эти фонды формировались, и в случае подобных ситуаций людям хотя бы возвращали деньги. Есть формированный фонд турпомощь, но это относится только к туроператорам выездного туризма. А туроператоры выездного туризма имеют право в свою очередь работать с агентами, но в рамках договорных отношений. То есть любая компания может выступить агентом любого туроператора и, являясь, так сказать, посредником по продаже туров, сформированных туроператорами, продавать эти путевки. То есть он посредник между туроператором и клиентом, он продает уже готовый продукт. Да, совершенно верно. Он не имеет права формировать свой турпродукт, но на договорных отношениях имеет право продавать турпродукт, сформированный любым туроператором. То есть, по большому счету, они не формируют ничего, они купили, перепродали. И неужели никаких требований абсолютно к таким турфирмам не предъявляются? То есть они могут продавать что угодно за какие угодно деньги? Как нет? Есть договорные отношения между агентом и туроператором. И они могут действовать только в рамках договорных отношений. А туроператор может как-то контролировать работу туркомпании? На самом деле это делать очень сложно, потому что, например, вот такая ситуация. Пришел клиент, оплатил агенту путевку, агент этот тур не забронировал. Туроператор даже не знает, что к нему пришел клиент. Как он может его проверить? То есть если хороший агент, а каких основная масса, кто очень долго работает на рынке, пришел к нему клиент, он тут же забронировал тур, тут же дал подтверждение этому клиенту. Все, тур забронирован, соответственно, должна поступить оплата. Тогда туроператор может контролировать эту проплату. Если проплата не пришла в определенные сроки, установленные договорными отношениями, значит туроператор либо аннулирует бронь, либо оповещает агента, где деньги. И тогда уже агент обязан заплатить, либо отказаться от этого тура. Но это можно проверить. Это же можно позвонить туроператору, например, как любой клиент может это сделать, и проверить такую бронь. То есть я могу за турагентом перепроверить информацию и позвонить непосредственно туроператору, который предоставляет этот тур, и спросить, а забронировал ли мой агент вот этот номер? А существует ли такая броня? В пилолете билеты. Да, да. А вот почему вообще случаются такие ситуации? То есть говорят часто, что это такая система, как пирамиды, что она вот в один момент просто рушится. Вот действительно ли так? Можете объяснить? Да, бывает такое. Это, к сожалению, нечистые на руки турагенты делают очень большие скидки. Гораздо больше, чем получают комиссионные вознаграждения от туроператора. И, соответственно, когда-то эта пирамида рушится. То есть они берут путевку, предлагают ее по сниженной цене, надеясь, что следующий клиент это окопит. Да, да, да. Клиенты, к сожалению, у нас не понимают или не хотят понимать, ведутся на эти большие скидки и, соответственно, теряют вообще все. То есть, соответственно, нас что должно насторожить? Насторожить. Насторожить. Цена. Цена. У каждого туроператора, тот же Pegas, Anix, допустим, мы сейчас говорим на Coral Travel и многие другие, есть официальные сайты. Они доступны любому человеку, не только турагенту или кому-то еще. Любой человек может зайти на сайт и посмотреть, сколько стоит сегодня этот тур. И если ему турагент объявляет стоимость, предположим, на 20 или на 15 процентов ниже цены, которая опубликована на сайте, ну, задумайтесь, граждане. Ну, а с другой стороны, ну, кто его знает, вот какие у них там взаимоотношения у агента и туроператора? Ну, не может быть таких больших скидок. То есть таких больших скидок, то есть не может быть такой кардинальной разницы? Только лишь, если это горящий тур, завтра вылет, например, да, тогда это возможно. Заполняется самолет, как говорится, да, по более низкой цене, лишь бы не было пустых мест. Это возможно, но это не всегда. А вообще есть какой-то реестр, я не знаю, официальный или неофициальный вот надежности и ненадежности вот таких? Ну, на самом деле, такого нет. У нас есть координирующий орд в городе Хабаровске, это управление по туризму, общедоступная организация для всех. И я рекомендую, если есть какие-то сомнения о каком-то там турагенте или туроператоре, пожалуйста, звоните туда, вам ответят. Ну, вот мы уже сказали, что можно позвонить туроператору, проверить. Можно зайти на сайт туроператора, посмотреть, сколько цена. Может быть, еще какие-то есть способы себя обезопасить? Ну, наверное, обращать внимание на ту компанию, в которую вы отдаете деньги, да. То есть, действительно ли директор тот, кто написан в договоре? Действительно ли подпись этого человека, кто на самом деле там указан? Ну, соответственно, что еще? Проконсультироваться с кем-то. Если, допустим, человек работал в какой-то туристической компании и по какой-то причине оттуда ушел, ну, знаете, почему этот человек ушел и открыл свою фирму? И почему он работает так вот некрасиво? А вот если говорить еще про горячие путевки, что вот они могут быть по привлекательной цене. А вот за какой день, за сколько дней до вылета считается горячим? Ну, как правило, это не больше, чем 3-5 дней до вылета. То есть, за две недели горячих туров не бывает? Ну, бывают, но это крайне редко. Какие могут тогда быть скидки? 20%, 30%, 50%? Все зависит от того, какой процент получает турагент. Но сразу вам могу сказать, сейчас туроператоры очень сильно снизили комиссионное вознаграждение. И, наверное, некорректно говорить о количестве процентов, да? Но я вам сразу могу сказать, что 15% это нереальная скидка. Этот туроператор работает в убыток. Турагент, вернее. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Напомним, у нас в гостях была Ирина Кушнарева, президент Дальневосточной региональной ассоциации туризма. Продолжение следует...